Хирургический корпус онкологического диспансера Комсомольская на Амуре принял своих первых пациентов. В клиническую эксплуатацию введен хирургический корпус онкологического диспансера. Получены все необходимые разрешительные документы, заключение Роспотребнадзора и лицензии. В палаты медучреждений приведены первые больные. В хирургическом блоке расположились три операционных палаты общей вместимостью в 60 коек. Здесь установлено самое современное высокотехнологическое оборудование, в том числе 16-ти срезовый спиральный компьютерный томограф. Работает лаборатория экспресс-диагностики, рентгенотерапия. На вооружении у врачей появился водоструйный скальпель, пока единственный в крае, отметил министр здравоохранения края Александр Витько. Общая стоимость хирургического блока вместе с оборудованием составила более 540 миллионов рублей. Средства выделялись из краевого бюджета. Проходить лечение в новом блоке смогут не только жители Комсомольска-на-Амуре, но и пациенты из Комсомольского, Солнечного и Амурского районов. По поручению губернатора края Вячеслава Шпорта, развитие онкологической службы в городе юности будет продолжено. Высокотехнологическая медицинская помощь станет максимально доступной всем жителям края, особенно тем, кто проживает в северных районах. Хирургический корпус открывает первый этап строительства современного медицинского комплекса. К 2018 году запланирована сдача радиологического корпуса, поликлиники, морфологического отделения и пансионата. В Комсомольске-на-Амуре начались работы по укреплению гидротехнических сооружений. В Комсомольске-на-Амуре начались работы по укреплению стационарных дамб и временных защитных сооружений, созданных во время прошлогоднего паводка. Данная потребность связана с прогнозами МЧС и рост гидромета о возможности высокого уровня воды в Амуре весной. Так, на Мулкинской дамбе, которая защищает значительную часть центрального округа города, ведется реконструкция временного шлюз-регулятора. Продолжаются подготовительные работы по возведению временных защитных сооружений в районе улицы Новая, поселка индивидуальной частной застройки Силенский. В Ленинском округе ведется укрепление временных дамб в районе улиц Безымянная и Старожевая, поселка Менделеева. Ранее специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института по проектированию объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства разработали предложение по предотвращению периодического затопления застроенных территорий города юности. В соответствии с ними для защиты Комсомольска от паводка требуется реконструкция существующих дамб 8,5 километров и строительство новых гидротехнических сооружений протяженностью более 14 километров. В рамках этого перспективного плана предполагается реконструкция Мыкинской защитной дамбы 4,8 километра, возведение новой дамбы вдоль улицы Орловская и Держинского 2,5 километра. Также внимание специалистов будет направлено на гидротехническую защиту поселков Силенский, Парковый, Парус и Победа. Значительное внимание предстоит уделить защите от вод Амура поселка Менделеева, вокруг которого необходимо возвести капитальную защитную дамбу протяженностью 5,7 километров. Для большей надежности специалисты проектного института предлагают укрепить откосы всех дамб железобетонными плитами. Все предложения по строительству и реконструкции гидрозащитных сооружений Комсомольска-Наамури нашли отражение в государственной программе развития водохозяйственного комплекса Хабаровского края на 2014-2020 годы. В настоящее время заявка на софинансирование проектных работ из федерального бюджета находится на рассмотрении Министерства природных ресурсов Российской Федерации. В Хабаровском крае развивается система социального патронажа. Как сообщили в Министерстве социальной защиты населения края, с этого года в Ульчском имени Лозо и на Найском районах открылись новые службы социального сопровождения. Их специалисты занимаются реабилитацией семей, в которых родители страдают алкогольной зависимостью. После получения амбулаторной медицинской помощи семьями работают психологи, социальные педагоги, специалисты по соцработе. Они помогают адаптироваться в обществе. Выстроить отношения родителей с детьми мотивирует семьи к здоровому образу жизни. До 2014 года подобные службы действовали только в Хабаровском, Ванинском, Советкогаванском районах и в городе Хабаровске, отметила замначальника отдела по проблемам семьи и детей Марина Новосельцева. В результате их работы 11% семей полностью отказались от алкоголя. 30% закодированных от алкоголя человек находятся в стадии длительной ремиссии. 21% трудоустроились. Более 70% детей стали регулярно посещать образовательные учреждения. Все дети из семей, над которыми установлен патронаж, остались жить с родителями. Надо отметить, что особую важность для сотрудников министерства в последние годы приобрела работа по возвращению в семьи детей, уже находящихся в социальных приютах. Край показателей возвращенных детей остается стабильным на протяжении уже трех лет. К примеру, в 2013 году в соцучреждении поступили 1094 ребенка. Благодаря усилиям соцработников 859 детей удалось вернуть обратно в семьи. Сейчас в социально опасном положении в крае находится около 2500 семей. В помощи общества и государства нуждаются более 4000 проживающих в них детей.